Лада-Арену планируют открыть 1 августа. Об этом на рабочей встрече с вице-губернатором Александром Нефёдовым сообщили подрядчики. Напомню, сроки сдачи несколько раз откладывали. Возводить объект начали еще в 2008-м. Сдача намечалась на декабрь 2012-го. Сроки были сорваны. И вот вмешиваться пришлось главе региональной исполнительной власти. По новым трибунам и будущему полю спортивных сражений прошла Ирина Трофимова. Срок сдачи новой ледовой Лады-Арены переносили несколько раз. Одной из последних дат называли 2 июня. Тогда долгожданное открытие спорт-объекта должны были приурочить ко дню города Тольятти. Но строительство просто не успели завершить. Современное оборудование, куб для видеотрансляции в центре арены и разборные трибуны. Открытие этой спортивной площадки ждут не только в Тольятти, но и без преувеличения все любители спорта региона. Здесь будет играть Лада. Под особым контролем ситуация затянувшейся стройкой у губернатора Николая Меркушкина. Вице-губернатор области вместе с подрядчиками и строителями осматривает будущий крупнейший спортивный объект в регионе. Пока в стенах арены обитают строители, а не спортсмены. В то, что объект будет полностью готов принять зрителей уже к 1 августа, поверить сложно. Но позиция региональной власти однозначно. Есть еще вопросы по определенным позициям, по сантехоборудованию, по отдельным позициям, по отделочным работам, по наведению чистоты. Но они все понятны. И максимально сегодня усиливается объем рабочей силы. Первое – будет готовность 100%. Это очень жесткая позиция губернатора, правительства. Цена вопроса уже давно не в строительном и даже не в финансовом поле. Хоккейная «Лада» вылетела из турнира в элитном дивизионе из-за отсутствия ледовой арены, соответствующей требованиям КХЛ. Кроме того, в планах сделать «Ладу-арену» домашней площадкой баскетбольной команды «Красные крылья». Соответствующее оборудование уже закупается. Предусмотрены тренажерные залы для активного отдыха горожан, тренировок юных спортсменов. Стадион вместимостью от 6 до 8 тысяч зрителей должен быть готов к хоккейным соревнованиям уже в начале августа. У нас идет завершение отделочных работ, много работы для клининговых компаний. Вопросы по клининговым компаниям решены, компании определены. Мы не отказываемся от помощи и других компаний, кто готов прийти нам помочь. К первому числу объект будет завершен. Остается считать дни, когда самый большой и современный ледовый дворец спорта Самарской области откроет свои двери в Тольятти. Кстати, это самый лучший подарок для горожан. За последние 20 лет столь значимых и грандиозных социальных объектов в городе не вводилось. Ирина Трофимова, Сергей Александров, Новости губернии Тольятти.